«Никто не войдет в рай, иначе как по милости Аллаха». Рай аль-джанна – это высокий дар. Это очень дорогой дар. И достичь его в обмен на деяния. То есть, если оценивать деяния, как они есть, давая им истинную цену, то за это рай купить невозможно. Хорошо? Что бы человек ни делал, даже если человек совершит все богоугодные деяния, какие есть, все равно его деяние, оно не сможет окупить, не сможет быть эквивалентом тех даров, тех милостей, которые дает нам Аллах Субханава Тааля. И если человек Аллах Субханава Тааля будет взыскивать за те дары и милости, которые он ему дал, то тогда не останется ни у кого никаких деяний. Хорошо? Это во-первых. Во-вторых, второй аспект здесь. Рай, мы сказали, рай – он дорогой. Поэтому нет у него цены, которую можно было оценить в виде деяний. Сказать, что вот столько стоит рай, вот столько. Деяние – это настоящая цена, подлинная цена рая вот такая. Будь то деяние или имущество и так далее. И величие рая, возвышенность рая знает только Аллах Субханава Тааля. Но Аллах Субханава Тааля, Он вводит верующих в рай по своей милости по причине их деяний. Вот это мы должны знать. Би рахматихи би сабаби амали. То есть по милости своей вводит, деяние – это что не цена за рай. Но по причине деяний. Деяние – это только причина. Понятно или нет? По милости вводит, а деяние – причина, но не цена. Это не адекватная цена рая. Хорошо? А деяние – лишь причина для вхождения в рай. И поэтому деяние – это не такое что-то, что если человек совершил, значит все. Обязан вывести Аллах Субханава Тааля в рай. Это обязанность Аллаха. Непременно, значит, из этого должно вытекать, что Аллах Субханава Тааля обязан вывести в рай. Нет. Это не цена рая. Деяние – не цена рая. И поэтому и сказал пророк Али Саратов Сара. Лей ядху ля ахадун минкумаль джаннаби амалии. Никто из вас не войдет в рай по своим деяниям. То есть почему пророк Али Саратов Сам это сказал сподвижникам? Чтобы их от деяний отвратить? Нет. А чтобы никто не обольщался своими деяниями. Чтобы никто не гордился своими деяниями. Не думал, как я сделал много. Хорошо? Для этого, сказал пророк Али Саратов Сам. Но вовсе не для того, чтобы люди оставили деяние. Деяние – это причина. Если не будет деяния, Аллах Субханава Тааля не даст свою милость. Не проявляет свою милость, чтобы ввести в рай. А деяние – это причина. И говорит поэт Маллах Субханава Тааля. Удуху лю джанната бима кунтум таамалун. Войдите в рай за то, что вы совершали. За ваше деяние. Бима кунтум таамалун. Помните, мы с вами говорили? Бима кунтум таамалун. За то, что вы совершали. Это би здесь. Это не означает ба уль-иват. То есть частица би, которая является что частицей эквивалента. То есть в обмен на ваше деяние войдите. По цене ваших деяний. Это частица би здесь. Это не частица цены. Пойдите в рай по цене ваших деяний. Хорошо? Нет. Эта ба называется частица би здесь. Она сабабия. То есть по причине ваших деяний. То есть по причине того, что вы совершали. Этот аят мы так объясняем почему. Потому что в хадисе сказано. Пророк Али Салат Уссалам говорит. Никто из вас не войдет в рай по своим деяниям. То есть по цене своих деяний. Валя анта я, Расул Аллах. И даже твоё посланник Аллах. Валя анна. И я тоже. Илля я тагамаданилля бирахматии. Если только Аллах не покроет меня своей милостью. Итагамаданилля бирахматии. Поэтому человек. Что мы делаем? Какой вывод? Человек не должен ни в коем случае гордиться, обольщаться своими деяниями. Чтобы его деяния им нравились. И он был доволен ими. Но в то же время человек не имеет права ставить деяния. Потому что в рай может войти он только по причине деяний. Если не сделает этих деяний. То он не войдет в рай. Хорошо? Почему? Потому что он не совершил причины. Которые являются причиной для вхождения в рай.